Тема доклада — оптикомодельное описание сфере колоксации глубоких дырочных состояний в средне-тяжелых ядрах. Подсказана экспериментом Воробьева. Цель была в том, чтобы сформулировать новый метод для описания однодырочных состояний в сферических ядрах. Но, в частности, три цели мы преследовали во время работы. Во-первых, построить микроскопический переход к одноквазичастичной дисперсионной оптической модели. Во-вторых, на основе этой модели сформулировать метод функций Грина фирмы системы одноквазичастичных функций Грина и применить полученный метод в своей самой простой реализации для сферического ядра СНС-208. Микроскопический переход к оптической модели одноквазичастичной основан на уравнении Дайсона для одноквазичастичной же функции Грина. Здесь функция Грина G0 в этом уравнении определяется средним полем и числами заполнения. Сигму, массовый оператор, несет в себе информацию о распаде одноквазичастичных состояний на хаотические многоквазичастичные конфигурации. Из спектрального разложения для функции Грина можно определить плотность силовой функции таким методом, как там указано, через мнимую часть функции Грина. Знак минус означает здесь, что мы имеем дело с дырками, то есть энергия, область рассматриваемой энергии меньше химического потенциала мю-минус. Химпотенциал мю-минус соответствует уменьшению числа нуклонов на единицу в ядре. Из плотности силовых функций, указанных, мы можем получить, собственно, силовую функцию, зависящую только от энергии, и плотность нуклонов, проинтегрировав по соответствующим переменам. Свойства, аналитические свойства функции Грина и массового оператора, они подобны, и при достаточно больших энергиях возбуждения эти функции имеют полюса, соответствующие энергиям хаотических состояний. Ну и при указанных энергиях возбуждения, достаточно больших, плотность этих полюсов настолько велика, что можно перейти, что единственное имеет смысл, что сделать, это перейти к средним величинам, усредненным по некоторому энергетическому интервалу величинам. Средние функции Грина, G малая, и среднему массовому оператору. Тогда мы можем параметризовать средний массовый оператор, мы можем параметризовать, вот как там написано, как для положительных, так и для отрицательных энергий. Ну вот, сигма средняя с минусом это для дырок, и с плюсом это для частиц. Соответственно, химпотенциалами плюс соответствует увеличению числа нуклонов на единицу. Тридофункция в такой параметризации соответствует, иллюстрирует то, что в канале распада одночастичного состояния на многочастичный импульс, большие передачи импульса присутствуют. Из спектрального разложения для массового оператора, которое аналогично разложению для функции Грина, но имеет несколько иной вид, можно получить дисперсионное соотношение, то есть связь между действительной и мнимой частью. Вот она выглядит так, как там записано, и важно, что вообще говоря, мнимая часть массового оператора при положительных и отрицательных энергиях, они вовсе не обязаны друг другу равняться, как обычно это предполагается. Тогда, переходя к усредненным величинам с указанной параметризацией, мы получаем следующее интегральное уравнение, похожее на уравнение Дайсона только для усредненных величин. И это уравнение эквивалентно дифференциальному уравнению, похожему на дифференциальному уравнению для функции Грина уравнения Шрёдингера с одночастичным гамильтонианом H0 и оптическим потенциалом. Для непосредственного построения метода необходимо ввести радиальные функции Грина, которые мы дальше будем вычислять. Для этого отделяем угловые переменные, и остается радиальная часть гамильтониана одночастичная. Она содержит в себе центральную, спиноорбитальную и центробежную части. Из записания положения уровней мы можем подобрать при достаточно малой мнимой части эти коэффициенты, вот там это написано. Ну и мнимая часть параметризуется следующим образом. В качестве радиального форм-фактора выбирается функция Луса-Саксона, радиус и диффузность, которые подгораются из предыдущих вычислений. И энергетическая зависимость, вот такая, как там указано. Свободная силовая функция, вычисленная при малом значении мнимой части, технической, так называемой, мнимой части, она выглядит как просто набор изолированных резких максимумов, которые, собственно, эти максимумы мы и отождествляем с полученными энергиями в глубоких дырах. Но использование энергозависящего потенциала приводит к нарушению сохранения числа частиц. И n-лякда, которую мы вычисляем вот таким методом, как внизу здесь написано, оно становится больше единиц. Это эффект, конечно же, не физический, он связан с структурой энергетического потенциала. Поэтому необходимо сделать некую перенормировку свободной функции Грина, таким образом, чтобы все резонансы, получаемые при малой мнимой добавке, давали правильное число частиц. Вот это делается таким образом, где R, энергетический фактор, он равен как раз нарушенному значению в точке максимума. Теперь для перенормированной функции Грина мы, соответственно, можем опять ввести уравнение Дайсона, получить нормальную функцию, искомую. И это уравнение вот такой и ведь примет. Это значение перенормирующей функции. И дальше идут ширины в том же порядке. Сначала экспериментальные, потом вычисленные. Можно заметить, что вот у самых глубоких состояний последняя колонка означает перенормированную силовую функцию. Да, там нарушение сохраняется для отдельных резонансов. Но если рассчитать правило сумм интегрально, то есть от всей силовой функции для данных квантовых чисел, то нарушение не происходит. То есть это можно назвать сугубо численным эффектом, связанным с неоднозначностью разделения на резонансы полученной силовой функции. Вот для протонов аналогичная таблица. И несколько силовых функций для протонов, опять же, нарисованы на картинке. Вот результаты таковы, что мы смогли построить микроскопический переход к одночастичной оптической модели, применить метод функции Грина и описать глубокие дырочные состояния в свинце 208. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...